Сегодня мы отважились впервые в этом, так сказать, нашем подлинном мире на велопутешествиях. Насмотрелись по ютюбу, как люди классно все путешествуют на великах, по карьерскому перешейку, в общем, долгие какие-то пути отправляются. Приобрели вот такую сумку, собрали все необходимое, два рюкзака вот это, и попробуем. Помните, Ипполит говорил, в нас пропал дух авантюризма, так вот, в нас этот дух авантюризма, по-моему, все больше и больше пребывает. Не знаю, как у нас получится, честно говоря, сразу говорю, что получится он, не получится, хорошо, плохо, мы не знаем, потому что часть пути придется вообще по лесным дорогам ехать. Как это все будет? Нас вот Андрей Ломягин напугал, что наши велосипеды не приспособлены. Ну, где-то, может, пешком пойдем, не знаем. Короче, вам все расскажем, покажем, и красивейшие места от дальней станции, которые, так сказать, находятся, на них можно пойти только, добраться только на велосипедах. Путем, конечно, пешком не дойти. Итак, маршрут у нас. На дальней станции сойдем, поедем, значит, к лесному озеру, очень красивому. Первая стоянка будет, вторая, значит, на следующий день отправимся на Ладожское озеро, на побережье, на шикарный пляж песчаный. Там вторая стоянка, потом уже до Приозерской и домой. Это наши планы, а как получится, не знаю. Так, по коням. СМЕХ 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 Добрались мы по той дальней станции, про которую песня поется. На дальней станции сойдут трава по пояс. Вот мы уже здесь стоим с велосипедами. Что можно сказать по поводу электрички? Что сегодня понедельник, вы думали, народу будет мало, но народу было битком. Плюс станции то слева, то справа. Народ как бешеный бегает по электричке, выходит, входит, поэтому бесконечное всю дорогу было, значит, перетаскивание велосипедов, а они тяжелые. Вот по поводу моего можно сказать, что пока мы до Пискаревки добрались, очень тяжелый зад. Не знаю, сейчас 10 километров по трассе будем ехать, ну, более-менее по трассе. А потом по грунтовой дороге лесной, вот как мы это одолеем, не знаю, но будем стараться, короче. Так, в путь? В путь. Вот так мы едем, вот так, по трассе. Ну что, мы на краю деревни, дальше будет лес. Надеюсь, мы правильно доехали. Вон там Викуленок сейчас спустится. Еще места такие. На карте одно, а здесь попробуй разберись. Навигатор почему-то все время то влево, то вправо уводит. Непонятно. Вот так мы едем. Это еще, я так понимаю, дороги хорошие. В лесу будут совсем лесные. Хотя, кто знает, посмотрим. Вот, чувствуете, кто катится. Ну, как впечатление? Тринделка приехала. Тринделка. Как впечатление, расскажи первое. Сейчас в лес поедем уже, все. Ну, неожиданно, неожиданно. Во-первых, такая дорога. Поближе. Вот такая вот вся. Я вот тебе дать ведь не горную, конечно, Даша. Что-то уже проговори. Сейчас посмотрим, что по лесным дорогам будет. По крайней мере, вот камни меня, честно говоря, никогда не радовали. Я не люблю среди камней песка ехать. Даже иногда лесные дороги бывают более... Ну, я думаю, это здесь лесные дороги-то были бы получше. Да, потому что на камнях очень неприятно. Ну, ладно, поедем сейчас, посмотрим. Все. В лесу лесная дорога. Но, в принципе, ничего. Более-менее черничника много. Вон. Викуленок поспевает. О, да. Но без навигатора, конечно, хорошего тут не найдешь эти тропы. Да и среди этих поселков. А уж тем более в лесу. Хорошо, что навигатор взял след. Идем четко по нему. Главное на камешки. На камешки не наезжать, ага. Ну, как тебе лесная дорога? Ну, она достаточно укатанная. Хоть шишек много и камней. Надо очень сильно внимательно смотреть. Себе не под ноги, а под колеса в данном случае. Слепни. Что еще могу сказать? Зато нет машин. Потому что меня больше всего на самом деле на шишеке напрягали машины, потому что они носятся как сумасшедшие. Особенно фуры. Фуры, да. Вообще, просто от них еще такой поток воздуха идет, просто сдувает. Это реально страшно. Сейчас поедем, там будет сосновый, я так понимаю, борый. Ты смотри, грибы на всякий случай. Да. Ну, и черника, если есть. Ну, дорога достаточно укатанная. По крайней мере, пока. Ну, посмотрим дальше, да. С Богом. Ой, песочек. Вначале. Где рыхлый песок, там у меня заднее колесо, так как тяжелый велосипед. Вот, а так вот сейчас выехали на более-менее укатанную дорогу. Смотрю, сюда даже автомобили ездят. Как тебе едется, Викуля? Отлично. Даже можно по сторонам посмотреть, а то я смотрела себе только под колесо, потому что с пластинком не было. Ты посмотри, может, грибы или черника будет. Остановимся, хоть поедим. Ну, да. Черничник-то я вижу, вон там, влево-вправо. Черничник много, но я думаю... Брусничник, кстати, тоже есть. Да. Думаю, чтобы быть дороги, я здесь точно не могу, сейчас собран. Да, Карелия. Вот я что и люблю-то вот такие вот моменты, места. Да и дороги вот такие все уже мне нравятся. Конечно, тяжело одной рукой снимать. Но все равно вам показать, что... Что мы преодолевали-то вообще? Сейчас из всей дороги... Вот это... А? Змейка? Где змейка? Вон. А, змея, да. Ну, она раздавленная. Так. Ну вот, друзья, видно вам? Кругом вот такой лес. Приятный. Но ягод не видно. Поехали дальше. Осталось 4 километра до озера. Такой дороги. Ох, ну и заманались мы, честно говоря, по этим лесным тропам. Где песок там вообще... Моим тяжелым велосипедом не проехать. Но все-таки доехали по навигатору. Без навигатора это мы вообще бы не смогли бы. Вот такой сосновый лес. Бор стоит. Тут можно будет полазить. Небольшая стояночка, но своя. Те стоянки, на которые мы метили, все заняты. Но это оказалось... Мы не смогли себе отказать в удовольствии сразу же. Сразу же. А сейчас я вам покажу, какая прозрачная вода. Здесь сразу глубина. Вода просто... Все. Я уже даже на пальцы. Я не знаю, это в Средиземном море такая прозрачная вода. О! Викульку видите? Получается. Я так слегка прикрылась. Давай сюда. Вот я наоборот. Ты в воду сядь и скажи, кто этот тост хотел сказать. Тост будет чуть позже. А вон вода, смотрите. Видите? Я вижу вообще свои пальчики с ноготочками на ногах. Я вон по поясу стою. Смотрите, какой у меня красивый педикюр. Он все видно. Так, ну-ка присядь. Так, с тебя пару слов для газеты «Советский спорт». Вот мы вот в хорошем таком месте, местечке. Дорога тяжелая, но мы это сделали, а мы сюда приехали. Не знаю, как у Борисовича пропадет раш ездить в такие вещи. Но мне понравилось. Мы больше 20 километров, да еще это не просто по шоссе 20 километров. Это какой-то Париж-Дакар. Но вот эта холодная вода, прохладная, она все-все решила, что отличное место, отличное. Я такой прозрачный. Ну вот, озеро. Чистейшая вода. Мы немножко подуспокоились. Приехали. Купаюсь я через каждое, наверное, 10-15 минут. Потому что что-то мне не это... Не отойти от жары. Поставили паладочку. Здесь у нас вечером будет костерчик. Велосипеды отдыхают. Бедные намучились. Особенно мой. Я представляю, какая нагрузка произошла. Солнце стоит отличное. Жара. Вот там очень много черники. Но она вся сухая. И такая несладкая. Здесь мы разбили такой небольшой бивак, лагерь. Викуленок мой радуется жизни. Купается со мной постоянно. Вот, я попрошу ее взять. Я хай там машине в руки. Да. Спокойно вам расскажу. Ближе сюда подойди. Я именно хотел рассказать. Вот так, может быть, чтобы солнце не светило. Отправляю. Значит, первое наше велопутешествие. Станции от Радная до Воробьиного озера. Там принцип километров 9. Но мы так нашарились, что, я понимаю, километров 15-16 дали. Друзья, как я утром и говорил, да, такой весь Раду... Радостный. Я очень устал. Очень устал. Там часть, значит, от поселка... Как он? Солнечный, да? Солнечный. Солнечный поселок. Уже в лес направились. Часть была такой непроходимой из-за камней и ям. А потом пошла вроде лесная дорога, но часть состояла из песка. А так как у меня велосипед, задняя часть очень тяжелая оказался, то как только мы на любой, даже незначительный песок попадали, у меня сразу колесо вязло. И усилие ног, ну, какое-то неимоверное, чтобы оттуда как-то вырваться. Ну, и плюс вверх-вниз, вверх-вниз. Мы зачастую даже слезались с велосипедов, таскали вверх. Ну, вот у нас получилось вот эти там 20 с небольшим километров в целом. Непредспособленные, потому что там можно скорости менять и более легко в горку забираться. У нас, конечно, это мы слезали с велосипедов и просто тянули вверх. Но я вот, когда приехали, помните, я такой весь был. Ух, давай, ох ты. Сейчас немножко успокоился. Вот, сели, покупались, покупаемся постоянно. Вода чистая. Вот это озеро Воробьёво, как я понимаю, оно состоит из родниковой воды. Там бьют ключи снизу, я думаю, да. И почему такая чистая вода? Ни в одном из озёр как бы такого нет. То есть это чистый родник. То есть озеро, огромное озеро, это родник. Поэтому мы сейчас стали кипятить воду. Вот можно даже показать. Стали заваривать чай. Вот он настаивается у нас. Будем больше пить чаёв родниковой воды. В роднике... Да, там брусника и черника. Да, в роднике купаться... Бор больше ничего не нашла. То есть... Ну вот наверху покажи. Травок обычных, как иван-чай, например, здесь нет. Ну вот можно там вверх-вниз. Что-то как-то у меня не очень... А, вот так вот, да? А, всё, поняла, как управлять джостиком. Я немножко туплю, извините. Ну, он всё очень резко. Вот, и у нас получается, что мы решили побольше, в общем-то, выпить родника из этого озера. Чем больше мы выпьем, тем больше станем этим родником. Они то тебя засасывают под себя, понимаешь, то... То отталкивают... Один раз я, честно говоря, очканула вообще просто не по-детски, серьёзно. В воду зайди немножечко. Да. Был очень сильный уклон вниз. То есть мы ехали с горки. Это было замечательно, приятственно. Велосипед развёл совершенно бешеную скорость. И у меня почему-то, хоть я всё время контролирую дорогу, пошёл руль в люфт. Он у меня стал просто вот так вот трястись. Я его еле-еле как-то собрала, более там, не знаю, усилия. Была очень атомная скорость, потому что... Ну, горка была, наверное, градусов 30, мне кажется. Очень сильный был уклон. И она была очень длинная, эта горка. И вот почему-то у меня руль стала крутить. Ну, если бы ты там упала, конечно. Я еле-еле выровняла, причём я уже стала тормоза нажимать. И в этот момент ещё, когда я, слава богу, уже выровняла, мимо проехала фура, обдав меня таким, фух, воздухом, потоком. На самом деле я получила неприятную, так скажем. Не, ну, опасность. Конечно, когда мы по дорогам двигались и пролетали машины, причём, что вот я как психолог тоже хочу сказать. Нормальные водители, они... Стараются объехать. Они, да, да, да. Они стараются чуть-чуть как бы, ну, на смежную полосу отъехать. А некоторые просто ехали на полосу рядом. А некоторые просто проезжали... Да, даже удивилось. Да, меньше метра на такой скорости, что я понимаю, что если... Это очень неприятно. Ну, это опасно, во-первых. Помимо того, что неприятно. Поэтому, говорю, когда мы свернули через полосу, пускай здесь колёса застревали вот в таком вот песке уже, здесь вы можете увидеть. Здесь вот прямо вот так вот песок-песок. Плюс шишки, плюс камни. Я всё равно себя стала чувствовать свободнее гораздо. Ну, вот мы, так сказать, сделали такой небольшой обзор. Может быть, сегодня... Как может быть, не может быть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот, мы прибыли на Ладогу. Побережье шикарное. Вода чистая, правда, холодная, как лёд. Но на всём побережье, куда мы прибыли, кемпинги, палатки, люди себе территорию огородили и считают её своей. Это мы ещё такое маленькое, так сказать, пространство нашли, где можно встать. А то вон, и на берегу, и здесь. Викуля всё возмущалась, говорила, что я не хочу. Видите, ну, сейчас я покажу, в принципе, наш маленький лагерь сместился достаточно благополучно. Отвелся педики нашинские. Вот так мы встали тут удачно. Ну, что, расскажи для газета. Во-первых, то, что мы вчера ехали по песку и камням, и по корягам, это, оказывается, было вообще лайтово. Вот как мы сейчас сюда пробирались. Слушайте, это вот такой вот слой песка, в котором вязнет велосипед. Причём ехать невозможно от слова совсем. Волочишь его на себе, ноги вязнут вот так, велосипед вязнет вот так. То есть колёса не едут, ты его практически тащишь на себе. Проехали мы так, наверное, ну как велосипеда на нас проехали километра два. Что было у дороги, не передать словами. Тундика отдыхает. То есть люди огородили вообще всё, как будто это личная дача. То есть места нет вообще. Совсем нет места. Ну, ты поскажи ещё, какие палатки, какие там эти... Палатки огромные, там стоит целый город. Тоже не то, что палатки, а тенты, которые там по 20 метров. В последующих километрах стоят палатки, палаточные городки, тенты. Причём они чётко огорожены. Вот реально люди себе как делянки сделали, и они тут, похоже, живут всё лето. Кто-то приезжает, кто-то уезжает, то есть они здесь тупо живут. То есть встать невозможно вообще. Когда мы приехали вот сюда, Олег Борисович прошёл ещё, наверное, на километр вперёд, встретил добрых людей и сказал, спросил их, что там дальше. Потому что я, честно говоря, думала дальше прийти. Пойдём, выйдем. К воде. Но народ объяснил, что дальше в принципе то же самое, может быть, чуть меньше палаток и машин. Но входа в воду нет. К слову сказать, вход в воду я не знаю, зачем нужен, потому что вода ледяная, вообще ледяная. То есть она не просто холодная, она ледяная, как будто до куски льда набросали. Я вообще не представляю, вот как так у нас всё лето 30 с лишним градусов вода. Ну, слушай, надо было постирать штаны, потому что я как-то умудрилась в лесу. Опять же, велосипед пошёл юзом, и я так хорошо грохнулась. Причём вот, наверное, с этого начались неприятности. Я, когда грохнулась, мне было достаточно больно. Хоть я, конечно, нет, не до крови поцарапалась. Неважно. Потеряла очки. Я потеряла очки полароид, да. Потому что, когда я грохнулась, я как бы себя и велосипед собрала, а то, что у меня с башки упали очки, я не заметила. Ну, когда мы уже проехали километров после этого, наверное, так скажем, 8, конечно, мы возвращаться не стали. Ну, я их потеряла, вот. Ну, я думала, что мы будем на Ладоге стоять вообще одни. Так же, как мы стояли на острове. Не на острове, а на озере. Я такого не ожидала. Ну, в этом-то и прелесть путешествия, непредсказуемость. К земле. С видом на Ладожское озеро. Причем, когда смоешь на Ладожское озеро, ты конца и края его не видишь. Сейчас уже низкое солнце. Я сейчас пойду купаться. Сперва меня напугали, что... Ой, ледяная вода, ой, ледяная вода. Какая ледяная вода. Охлаждает. Просто вода, которая охлаждает. Уже за это лето я уже и в Оксе купался, еще в других озерах. А вода, которая идешь и тебя охлаждает, это вот... Это вот Ладожское озеро. Сегодня отсюда уехали все. Такие, которые однодневки, да, которые на пикник приезжали. Семьями. Тоже молодцы, кстати сказать. Но мы остаемся ночевать свекуленком. Свекуленка. Кругом вроде палатки, а там никого нет. Это все городки, которые пустые. Там, дай бог, что паден человек, который... Семьями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Приозерск мы сделали это... Мы на станции, лодке... Начинается в Уоксе... Вот стоят наши... Боевые кони... Держи... Ну что... Давайте подведем... Итог... Трехдневного велопохода... Хотя мы в принципе никуда не торопились... Но... Накрутились педали... Ого-го... Боевые кони не подвели... Мы только сейчас... По приезду что-то там с педалями... Прокручивается... Давай, наверное, ты... Я возьму... Камеру... Давай... Скажи... У меня есть... Земля трясется... Коп на курите несется... Да... Дальше продолжать... Похоже нас... Накроет сейчас... У меня такое впечатление... Дождем... Или чем? Грозой, да... Или накуримся... Ты... Для зрителей-то говори конкретно... Дождем, грозой... Нас... Боги миловали... Все три дня была шикарная погода... Мы загорали, купались... Вот... Много необычного ощутили... Тяжело, я могу сказать... Я еще более-менее, конечно... Все это дело перенесла... Потому что у меня... Велосипедная закалка... Ой-ой-ой какая... А моему мужу пришлось туговато... Вот... Но в целом было интересно... Ну в целом, да... Вот скажи мне... Что мы... Ты готов еще повторить что-нибудь... Что... Вот я хочу сказать... Что в целом было хорошо... Но... Впредь надо более... Точно и качественнее... Все-таки выстраивать... Маршрут... Понимать... Много лишних... Понимать... Да... Во-первых... Очень точного... И во-вторых... Мы не лучшие дороги выбрали... Да... Чуть не... Первый день чуть не убились... Да... Ну все... Сделай ручкой... Скажи... Путешествие... Подходит... Подходит к концу... Ура... Верки... Бо! Тех individа... Ура! Ура! Верка!!! Техник... Стоит... Техник... Продолжение следует...